А еще здесь работают системы климат-контроля, видеонаблюдения, электронные табло, валидаторы для бесконтактной оплаты. Глава муниципалитета Андрей Иванов осмотрел новые автобусы, которые передал в Одинцовский филиал МОЗ Трансавто губернатор Московской области Андрей Воробьев. Машина очень умная, она будет сигнализировать водителя от лишних, ненужных действий, чтобы обеспечить тем самым ее дольше необходимость и техническую надежность. Чтобы управлять такой машиной, вам переучиваться приходится ли или дополнительно чем-то? Нет, мы проведем специализированные с ними занятия и курсы вместе с приглашением представителей завода. Ну, разработчик, когда разработчик будет об этом говорить, он говорит легким языком на языке водителя, и ребятам будет проще. Одна машина вмещает 72 человека. В общественном транспорте предусмотрены крепления для инвалидных колясок, а на входе есть складной пандус. Все автобусы отвечают современным требованиям безопасности и экологичности. Молоточки, все сделано антивандально, открывается, работает сигнализация. Что еще необычное? Камера 360 градусов. Да, у водителя есть управление, и он может посмотреть. А с каждым входом? Автобусы направлены на наиболее проблемные маршруты муниципалитета, отметил Андрей Иванов. Всего автопарк пополнился на 21 современную машину. И с 1 сентября они полноценно вышли на дороге Одинцовского округа. Екатерина Крамор, телекомпания Одинцова.